всем привет мои дорогие зрители подписчики и гости моего канала сейчас я хочу предоставить то самое малое цветение которое у меня на данный момент есть наша коллекция сейчас вся стоит в цветоносах половина уже в бутонах бутоны наливаются это первые цветочки которые распустились самая первая это joy fairy tale она все время практически цветет был период где она цвела и стояли голенькие цветоносики второе у меня распустился об стурд и следом пошли потихонечку распускаться уже это sogo relics моя golden treasure и напоследок один единственный бутончик раскрылся цветочек это inscription sinensis number nensis к сожалению к сожалению inscription sinensis number nensis как сорт как вид вообще его не зарегистрировали поэтому у него нет общего единого названия ну мы единое название сами придумали в общем это не беда главное чтобы он выжил и все было с ним в порядке в предыдущем видео я показывала inscription sinensis number nensis но из конструкции я его пыталась первоначально вытащить и показать к сожалению я перевернула цветочек и чуть не сломала сам цветочек поэтому тогда я побоялась очередной раз его вытащить из конструкции которая у меня была на подвеске и виду того что я сейчас с мужем болею у нас вирус наверняка вы услышали по голосу что я немножечко похрипываю посипываю вот муж сейчас поехал уже закрывать больничный я еще продлеваю и продолжаю болеть потому что вирус действительно долго за одну ночь не вылечивается и поэтому немножечко тяжело мне говорить и от этого у меня руки трусятся слабость в руках я просто побоялась сломать и очередной раз перевернуть растение сейчас я уже все-таки его достала только для того чтобы показать корни на самом деле там показывать нечего но я уже коль действительно хотят посмотреть поближе если корни у него или нет я покажу обязательно на данный момент вот это все что у меня цветет и давайте наверное сейчас я прервусь и уже поближе присяду и покажу все что цветет в каком состоянии растеньки и какая история была у них перед этим если кому интересно оставайтесь со мной вот сейчас я поближе присела к инскрипшен сенец на бэненсис так как сказали что цветочек было очень плохо видно я не поняла что имелось ввиду цветочек но позже я разобралась девочки хотели просто увидеть корневую на самом деле тут вот надпись есть видите вот это поставщик роялки орхиденды и корни тут у него всего один корешок вот они он там 2 есть кстати его не видела там все-таки два корешка внутри вот видите вот там один и вот второй то есть два корешка он пока мясо на двух корешках живет к сожалению я уже повторяюсь неоднократно у него был он сидел во мхе и осенью был перелив поэтому и еще раз хочу сказать что при пересадке мы потеряли два корешка и два листочка потому что начал желтеть как вы видите сами была чернота около шейки она приостановилась чешуйки подсохли и с растением все в порядке и у меня вчера возник такой интересный вопрос по поводу шейки вот тут надулась что-то такое ощущение что будет еще и корешок там ну пока мы с выводами я не тороплюсь потому что не особо то и видно видеть я кручу и камерой просто подлезть не могу освещение забеляет все и не очень то толком видно укутывать больше я его мхом не хочу потому что видите корни закупливаются и ему не нравится не хочет он сидеть как-то сказать даже не то что не хочется это были закуплены корни еще тогда когда он сидел во мхе я сначала не могла понять долго почему что причиной служит тому но потом когда я уже поняла что мог для него сильно влагоемкий и я немножечко поменяла ему субстрат немножко кока чисто там кора есть вот можете поближе посмотреть вот или есть видите в перемешку кора чуть-чуть кусочки рваной мха то есть постаралась приблизить тут влагоемкий субстрат в котором он сидел потому что резко переводите с системы на систему с одного субстрата на другого резко не стоит вот и у него явно два желтых листа еще первый лист это был перелив а второй это уже был как адаптационный период и вот эта сеточка по листу я узнала это вирус внутри растения самого то есть где-то когда холодно и перелив вот этот вирус сеточка себя начинает проявлять по листу вот чтобы хорошо было видно видно да сеточка по листу вот то есть пока эта желтизна приостановилась сеточка тоже более ярче не выражается никак не проявляется то есть все таки я поборолась немножечко с этой проблемкой и все приостановилось ура ура я очень счастлива и довольна тем что действительно это все прекратилось вот опять же такие плюс жар батарей настолько жарят батареи что к ним прикоснуться даже невозможно у меня уже махровые полотенца висят в два слоя и аж течет все с них и настолько быстро они пересыхают через два-три часа они сухие усмерть просто уже хрустящая корочка поэтому приходится уже как говорится изгаляться на пупе да и пытаться что-то предпринять для того чтобы не сушились бутоны не отсушивались цветоносы вот действительно это огромная проблема для нас все-таки я подумаю над тем чтобы купить увлажнитель я просто боюсь что один единственный подоконник 45 орхидей одного увлажнителя будет очень-очень даже мало ну надеюсь те кто интересовались корешками и его внешним видом надеюсь вы уже увидели поподробней сейчас я его переведу на полив с нб-101 для того чтобы добиться раскукливание вот этих корней и наращивание внутри в горшочек единственный минус я не знаю может это сорт такой я еще с ним тоже толком не ознакомилась блин задолбал этот мог вот здесь вот есть цветонос видите и он неправильно растет растет смотрят в сторону субстрата то есть он хочет зарыться туда внутрь и тем самым проблема от того что растение мне приходится ложить принудительно для того чтобы цветонос не ушел в субстрат но это он пристановился я сейчас не бодралась из-за него то есть понятное дело что растение сейчас цветет и никаких корней и листиков пока не будет как только растение уже цветет я уже тогда буду непосредственно на растение выращивать выравнивать и уже даже не знаю у меня вопрос вот этим цветоносиком будет он дальше цвести не будет весной сейчас уже до нового года осталось полторы недели то есть вряд ли он как-то такой как остренький язычок мохнатенький растение действительно потрясающее но увы к сожалению мы болеем и запах практически не чувствуем те которые очень сильно ароматные те чувствуются очень даже хорошо а этот один единственный и может быть растение видите ослаблено и цветет одним цветочком на цветочек бодренько держится как солдатик и очень замечательно себя чувствует на данный момент я уже о нем сказала все что могла хочу сейчас быстро перейти к другим растениям так как растений у меня еще четыре и вот хочу перейти к джио фэритейл все прекрасно знают что он цветун еще тот да такой красивый весь штрихованный и обаятельный три губки вот он еще продлевает видите бутончик будет наливать наливает и дальше еще будет бутончики то есть цветоносиком продлевает и замечательно себя чувствует вот по осени там у нас осень очень была яркая и сухая виду того что не было дождей цветочки очень яркие и насыщенные но сейчас с приходом зимы вот многие девочки пишут в комментариях что очень бледный цветочек даже зелененький видите у меня тоже самое девочки посмотрите тоже чуть-чуть но это просто сейчас он только-только распустился но все равно зеленца по краю лепестков видите очень даже хорошо присутствует вот очень отчетливо видно то есть тоже зелененький это недостаток света вот потому что и несмотря на то что мы досвечиваем орхидеи подсветку даем уже чуть ли не днем потому что все время пасмурно все время тучи солнца нет вообще ни одного лучика уже на протяжении там недели а то и двух а то и трех там если проблески были там один два дня это вообще не считается мы очень надеемся на то что все таки распогодится и придет солнечные деньки зимой это очень красиво и потрясающе когда блестит снег все бело и солнце блестит это действительно очень яркие впечатления об этом остаются и именно в этот момент растениям нужно солнышко и для того чтобы был более ярче и выразительный цвет более насыщенный ну и естественно аромат если это сортовые растения которые должны пахнуть есть более выразительный аромат есть более приглушенный вот каждый запах идет по-разному у каждого растения джоффери тейл пахнет очень превосходно очень выразительно очень даже скажу там сильный аромат но не в плане того что сильный и надо надоедает нет и мы с мужем немножечко долго определялись с самим с самой четкостью аромата чем же он пахнет на самом деле да тут есть присутствуют нотки духов каких-то элитных но больше мне напоминает черный черный чай с лимоном и сахаром вот аромат вот я как-то сейчас тоже перед тем как даже не перед тем как а вот болею да и чай пью с лимоном и очень похож аромат черный чай с лимоном девочки принюхайтесь может быть действительно вам напомню черный чай ароматные с лимоном вот и возможно у меня запахи сейчас при искажены поэтому могу и ошибаться но когда я выпила часть лимона у меня чашка стояла под носом вот я еще думала что джоффери тейл так пахнет что чуть ли не в другой комнате и мне пахнет именно им ну с ним все понятно теперь давайте перейдем к моей благодарной мультяшки мультяшка вообще фурор восторг даже не знаю как сказать как это назвать и как вообще передать словами вот этот потрясающую красоту как она пышненько цветет вот эта грозочка уже уже она самая первая раскрылась темненькая наша чернышка замечательная фонарик забеляет вот где-то сейчас вот так вот приглушу вот так вот и вот как-то вот так вот идет цвет ну очень очень темненько и плюс аромат бомбейские они друг с другом с джоффери тейл перекликаются то есть друг друга пытаются заглушить но в общей сложности букет аромат еще бесподобный хочется стоять нюхать нюхать и все никак не можешь легкими надышаться этим ароматом потому что действительно очень потрясающий букет собирается в запахе мультяшка конечно нас потрясла ну во первых мы ее взяли взрослой понятное дело что у нее силы дури очень много вот она ветвится видите и бутончиков везде очень много на каждой веточке вот тут вот и там вот и тут тоже веточка видите ответвляется то есть у нас раньше мультяшки не ветвились как бы не знаю может быть чего-то не хватало может быть растение еще было маловатым знаете как еще не до взрослое растение ой извините не до взрослое растение и может быть поэтому не ветвилась у нас сейчас шикарный подросток шикарный бордо либо брокенхард как и многие говорят сейчас ему дали уже услуточно название уже зарегистрировали сорт наконец-то и он уже не под номером как очередные подростки продаются вот пока не видит не ветвится плюс вы знаете прекрасно что он был у меня в реанимации поэтому он хорошо замечательно восстановился в закрытой системе и выпустил сейчас цветоносик по поводу цветоносов я уже рассказывала показывала у меня детаж два видео есть все шоу-го сейчас собралось цвести я сейчас на данный момент показываю только цветущие растения которые у меня сейчас цветут и вот эти два красавца джой фэритейл и мультяшка моя вот поближе сейчас поставлю действительно потрясающий букет как и в цвете так и в аромате я хочу перейти к следующему растению это будет у меня самый-самый любимый сорт у любого архамана это со го релакс так вот как есть часто так вот и будет стоять это со го релакс любимый наш волшебный леденец глянцевый красавец потрясающий действительно тоже у него аромат бесподобен такой вот прям дурманящий но к сожалению я не всегда могу чувствовать запахи поэтому уточнять не могу это у него уже второй цветоносик видите тоже бутончики наливают потрясающе себя чувствуют вот второй цветочек уже вот-вот скоро раскроется видите и там тоже кончик еще возможно продлить это он продлил первый цветонос точнее старенький цветонос один из двух которых один мы сломали не дали ему полной мере процести и вот сейчас третий цветоносик наливается новенький вот и тут где-то еще видите вот в почечке по моему проснулась веточка может еще ветвиться будет я слышала что со го релакс должен ветвиться ну посмотрим действительно глянцевый красавец потрясающий и в жизни он точно такой же вот как сейчас на камеру потому что при солнечных лучах когда мы его показываем он немножечко забеляется и вообще неоново бордовый какой-то вот сейчас вот в жизни он такой вот как буряковый очень интересный окрас вот это из тех которые глянцевые там я знаю что есть еще второй сорт которые более матовые ну этот превосходит все ожидания и сейчас я наверно прервусь хочу поближе показать golden treasure и все-таки добраться до тех цветоносов которые мы немножечко приглушили виду того что и исправляли стволик видите выравнивали ее она была полностью лежачая и мы ее немножечко притянули и выравнивали сейчас я прервусь и покажу ее поближе ну и вот наша golden treasure я ее поставила на первый план чтобы показать внешний вид и уже поближе ее рассмотреть так как все время я говорю что она адаптацию хорошо пережила что вот она уже собралась вести про эти цветоносы заглушенные все время рассказываю ну а как-то вот не предоставлялась случае чтобы ее показать поближе и вот как раз предоставил случай момент чтобы показать ее поближе так с этой стороны где она смотрит в сторону окна видите тут старые корни были вот они идут старые корни если вам видно это те которые были помните я говорила что был торфяной горшочек вот они желтенькие но с ними все в порядке то есть они не больные они просто света не видели там был торфяной горшок слава богу с ними все в порядке без всяких там выбреконов и вот у нас зеленые корешки тоже в активном росте видите это те корешки которые были воздушные тут еще пошла испарена пока полностью не испарилась влага после полива хотя мы поливали воскресенье сегодня уже пятница и видите еще местами испарена на горшочке на стеночках вот если вам видно замечательные корешки тоже у тут вот есть тоже там все в активном росте видите все потрясающе все отлично и опять у нас воздушные корни нам наращивает неугомонная конечно красавица мы все восхищаемся так где-то был цветоносик вот не помню на каком уровне он остался вот может быть где-то здесь внутри вот он видите под корешком вот он это старенький цветоносик который должен быть был седьмым и следующий цветонос где-то тоже там внутри остался если сейчас я его найду где-то либо под корешком либо под вот он видите вот там очень плохо видно я просто боюсь листья сломать и вот видите там чуть-чуть вот видно клювик остался но она выкрутилась из ситуации так как цветоносики в застывшем состоянии остались я уверена что в будущем они все-таки проснуться и процветут тут у нас волшебный момент мы уже распускаемся видите цветочек уже вот-вот клювик раскрыл некоторые цветочки уже распустились и тоже она вот видите ветвится и вот неприятный момент видите батареи очень сильно сушатый бутончики некоторые отсыхают но в общей сложности действительно она адаптацию пережила очень хорошо и вот это вот после того как мы ее пересадили и загнули вот это единство первое ее цветение после адаптации и видите немножко бледноватые ли цветочки только потому что нет солнечного света она немножечко как бы такая бледненькая как я вспоминаю вот цвет точно такой же как мы ее когда-то в первый раз купили вот первый раз я принесла ее домой точно такая же бледненькая была поначалу но потом свет и размерчик и форму набрала и даже потом запах выдавала ароматила на данный момент аромат я не чувствую но это понятно что солнца нет тепла слишком много от батареи но это не то тепло так что с растениями у меня все в порядке это было 6 растений которые цветут на данный момент у меня больше показать мне ничего пышная красота и так у меня сейчас вся на подоконнике видите ой на 100 на столе и то не вмещается в кадр потому что расширено все я уже встала со стула чтобы просто уже не не скрипеть стульчиком в общем на данный момент это все что у меня сейчас цветет по поводу корней у джой хорритейл не сомневайтесь у абсурд вообще там лес корней действительно он настолько уже за за заплел этот горшочек корни корнями вот урел икса тоже замечательно все с корешками волосы давным-давно прижился и видите без проблем цветет им ничто уже не мешает в общем на этом я завершу всем хорошего предновогоднего настроения не болейте будьте здоровы будьте счастливы живите на позитиве до новых встреч пока пока а